В эфире Самарский телевизионный Вестник, в студии Дарья Добровольская. Здравствуйте! На Самарском заводе Авиакор планирует вновь наладить производство самолетов. Об этом рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Он отметил, что в настоящее время идет обсуждение возрождения предприятия, но сам процесс будет небыстрым. «Надеюсь, нам многое удастся сделать для возрождения в полной мере выпуска самолетов на Самарской земле», – сказал глава региона. Напомню, у завода Авиакор богатая история. Предприятие эвакуировали в Куйбышев из Воронежа во время Великой Отечественной войны. На предприятии делали знаменитые штурмовики Ил-2, а затем производили самолеты Ту-4, Ту-95, Ту-142, Ту-154М и Ан-140. В Самаре планируют начать комплексную застройку города. Об этом рассказали городские власти. Так, на месте старых аварийных домов собираются строить новое жилье. Появятся новые микрорайоны с социальными учреждениями и инфраструктурой. В рамках проекта благоустроить территории и возвести новостройки планируют в Куйбышевском и Кировском районах, на Безымянке и в поселке Мехзавод. Для возведения новых домов будут организованы специальные торги, в ходе которых выберут инвесторов. В Самарскую область вошла в число пилотных регионов по реализации федерального проекта в профессионалитет. В рамках программы студенты будут учиться и проходить практику на оборудовании, которое используется на действующих предприятиях. А после завершения учебы смогут сразу же устроиться на работу. По каким специальностям идет набор абитуриентов и какие еще преимущества имеет программа, расскажем в нашем материале. Перед оформлением документов абитуриентам предлагают заполнить небольшую анкету. Здесь вопросы по профориентации. Кирилл Марков с местом учебы и выбором профессии практически определился. Говорит, осталось дать последний экзамен и можно подавать документы. Я пришел на ток рейли фазировщика в Поволжский государственный колледж, ну или Кипты, потому что, ну, эта профессия востребована в наше время, не хватает рук, ну и надо помогать, так сказать. Да, здесь очень хорошие отзывы. У меня здесь раньше учился друг, я у него все поспрашивал, он сказал то, что здесь ему очень сильно понравилось, то, что хорошо обучали, хорошо, ну, разговаривались, так можно сказать. В Самаре и в других пилотных регионах страны стартовала приемная кампания по проекту «Профессионалитет». Она реализуется в учебных учреждениях среднего профессионального образования. В программу «Профессионалитет» входят три профессии. Это токарь на станках с числовым программным управлением, фразировщик на станках с числовым программным управлением и оператор станков с программным управлением. По каждой из этой специальностей у нас предусмотрено по 50 бюджетных мест. То есть это очень большое число. То есть мы считаем, что все желающие, кто решит связать свою будущую профессию именно с этими направлениями, поступят по контрольным цифрам приема. Главное преимущество в том, что студенты смогут учиться и проходить практику именно на том оборудовании, которое используется на действующих производствах. А после завершения обучения сразу трудоустроиться. Это уникальная возможность предприятиям войти в образовательные учреждения и рассказать, какие конкретно кадры им нужны, чтобы закрыть свои кадровые потребности. Чтобы сотрудник был именно тот, который нужен на этом конкретном предприятии. Для студентов это гарантированное трудоустройство в наше такое неспокойное время. И федеральный проект в этом плане уникальное мероприятие, которое как раз такую гарантию и дает, что студент будет трудоустроен, если он закончил программу обучения по проекту профессионалитет. Цель проекта – создание образовательно-производственного центра и адаптация профессионального образования под конкретного работодателя. Реализация федеральной программы в регионе стала возможной благодаря выделению софинансирования из областного бюджета. В регионе стартует прием заявок на обучение в рамках конкурса грантов для молодых предпринимателей. На создание и развитие своего дела начинающие бизнесмены смогут получить от 100 до 500 тысяч рублей. Кроме того, в рамках проекта предусмотрена обязательная образовательная программа. Подробнее расскажет Никита Галочкин. Мы делаем волшебство в Самаре. Алина Бабенкова – молодой предприниматель. Уже три года девушка развивает свое дело по приготовлению коктейлей и десертов с применением жидкого азота. Параллельно учится в ВУЗе, в котором даже проводили специальные исследования. Оказалось, что такой метод приготовления не только выглядит эффектно, но и имеет пользу. И на базе СамГТУ проводились исследования, как жидкий азот влияет на продукты. Оказалось, что повышается химическая активность, ну и, грубо говоря, продукты становятся чуточку полезнее после обработки жидким азотом. И были разработаны специальные рецептуры коктейлей витаминизированных, которые положительно влияют на состояние здоровья человека. Алина признается, за три года приобрела немалый опыт в приготовлении волшебных продуктов. С шоу-программы успела поучаствовать на праздниках и торжествах, а также угостить самарцев на набережной. Девушка по-настоящему увлечена своим делом и планирует расширять его, открыть торговую сеть по области. Такую возможность дает государственный грант для молодых предпринимателей. Это не только материальная поддержка, но и возможность расти профессионально. Одно из обязательных условий для получения гранта – это прохождение обучения по основам предпринимательской деятельности. На начальных этапах всегда есть такая энергия, идеи, но часто не хватает финансирования. И именно эту боль дает нам возможность сейчас закрыть этот грант. Хотим потратить это как раз на закупку оборудования для того, чтобы возможно было установить эти торговые точки. Это обучение будет очень полезным. Я считаю, это наоборот не трудность как раз для получения гранта, а дополнительный бонус. Потому что мы получаем не только финансовые средства на реализацию своей идеи, но и новые знания от специалистов топовых, от предпринимателей Самарской области. Это даже намного ценнее. Претендовать на грант от 100 до 500 тысяч рублей на развитие своего дела могут молодые предприниматели до 25 лет. Для этого нужно подать заявку на прохождение обучения в рамках новой меры господдержки. Подробности можно узнать на сайте мойбизнес.рф Никита Галочкин, Дмитрий Лукин, СТВ Штукатурка осыпается, а кирпичи обваливаются. 19-й дом на улице 8-я радиальная буквально трещит по швам, жалуются жильцы. Говорят, старенькую двухэтажку несколько лет назад признали аварийной, но дом пока не расселили. При этом, по словам жителей, там давно не проводили даже текущего ремонта. Об очередной коммунальной беде из жизни самарцев в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Куски бетона под ногами, трещины в стенах и облетевшая штукатурка. Состояние этого дома говорит само за себя. Здание признали аварийным еще несколько лет назад, но жильцов до сих пор не расселили. Люди вынуждены жить в таких условиях. Дом признан аварийным, но до 2025 года его так и не будут расселять. Управляющая компания «Грасс» так не занимается домом. Боимся за детей, за себя, как сказать. Началась проблема больше всего, когда началась стройка. Строительство высоток по соседству ведется несколько лет. Жители жалуются, после начала работ их дом стал разрушаться еще быстрее. Кроме того, прибавились проблемы с коммуникациями, ведь они изначально не были рассчитаны на высотные дома. Постоянно вода поднимается в подъезде, то есть вот это канализационное. Потому что такие дома, в принципе, здесь не предназначены 16-этажки. Она сразу идет в подъезд. Она идет в подъезд, поднимается в туалете, в ванной. В список коммунальных проблем жители добавляют неухоженный двор. По их словам, его уборкой, как обслуживанием дома, никто не занимается. Все приходится делать своими силами. Обращения в различные инстанции не дают результата. Мы звоним в аварийку, если управляющий не берет. Аварийка говорит, ждите, допустим, 7 часов, когда управляющая компания уже работать не будет. Но дела-то не делаются, они как стоят, так и стоят. У нас числится за нашим домом, что есть дворник, есть уборщица. В итоге подъезд мы убираем сами, никто подъезд не убирает. Но, как видите, дворник вот так работает, не косится у нас ничего. То есть и сами, своими силами и силами жильцов все делаем. Ну вот на протяжении какого времени? Всего. Всегда. Лет 15 точно живем в этом доме. Вот сейчас у Каграса, до этого была мечта, до этого была альтернатива. И никто ничего не делал. По словам жителей, дом не планируют расселять как минимум до 2025 года. А как жить в таких условиях все это время, непонятно. Люди просят ответственной организации подключиться к решению этого вопроса. Никита Галочкин, Олег Галочкин, СТВ. В регионе подтвердили еще 46 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 27 человек госпитализировали. Таким образом, всего с начала пандемии в Самарской области выявили 385 370 случаев COVID-19. Из них 376 920 человек полностью выздоровели. Жертвами COVID-19 за все время наблюдений стали 7 892 наших земляка. К счастью, за последние сутки обошлось без летальных случаев. Драка в магазине спортивных товаров в Самаре, ДТП с пострадавшим в Сызрине и крупная авария с участием машин Росгвардии в Жигулевске. Подробнее об этом в обзоре происшествий. Покупатели устроили драку в одном из магазинов в Самаре. Это случилось 18 июня. Видео с происшествием опубликовали очевидцы в соцсетях. По их словам, один парень сцепился с другим. Причины конфликта пока неизвестны. Возможно, это вызвано ажиотажем на оставшиеся товары. Напомним, магазин прекратит работу в Самаре 26 июня этого года. Крупное ДТП с пострадавшим произошло в Сызрине. Авария случилась утром 18 июня. Водитель такси во время заказа не справился с управлением, выехал на обочину и столкнулся с деревом. По словам мужчины, ему пришлось резко свернуть вправо из-за того, что под колеса внезапно бросилась собака. В результате пострадал пассажир 1990 года рождения. С места аварии его госпитализировали в городскую больницу. Медицинская экспертиза установила, что пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью. В отношении водителя возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы. В Жигулевске Лада Веста протаранила машину Росгвардии. Сотрудники службы попали в больницу. Это случилось ночью 18 июня. По словам очевидцев, Черная Веста на огромной скорости смела машину Росгвардии. Молодые парни, сотрудники, очень сильно пострадали и проходят лечение в больнице. По факту случившегося назначено разбирательство. Прокомментировали в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области. В Самарской области уже второй ребенок травмировал палец, катаясь на карусели. Первый инцидент случился в Сызрине. Там трехлетний мальчик лишился пальца, катаясь на установленном в прошлом году аттракционе. Как оказалось, на карусели отсутствовала защитная крышка механизма. Туда и попал палец ребенка. В результате он получил травматическую ампутацию третьей фаланги большого пальца, кисти руки и был госпитализирован в городскую больницу. Аналогичная ситуация произошла в Похвестневе. Там травмировала палец двухлетняя девочка. Она каталась на подобной карусели. В Самаре полицейские изъяли из незаконного оборота целый арсенал оружия и боеприпасов. Правоохранителям поступила информация о том, что на территории одного из садоводческих товариществ на окраине Самары может находиться оружейный склад. В ходе проверки выяснилось, что в гараже одной из дач хранится целый арсенал оружия и боеприпасов. В ходе проведения обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли автомат Калашникова, два магазина к нему, два глушителя, два оптических прицела, пистолет-пулемет и магазин к нему, более 630 патронов. Отделом дознания в отношении местного жителя, ранее несудимого мужчины, 1983 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. По ходатайству органа дознания судом в отношении мужчины избраны меры пресечения, заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. В Самарской области появится новая награда – знак отличия князя Григория Засекина. Ее смогут получить жители, которые имеют особые заслуги перед областью в укреплении авторитета региона. Кроме того, награду будут вручать высокие достижения в развитии экономики, науки, образования и культуры. Вместе с наградой выплатят и денежные пособия в размере 300 тысяч рублей. Именно те, кто будет удостоен знака отличия князя Григория Засекина, занесут в Книгу почета Самарской области. Это были все новости на сегодня. А далее прогноз погоды и интересные программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimanski.ru. Смотрите наши новости в телеграм-канале, на ваших экранах QR-код. Сканируйте его с помощью камеры приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok